Я, наверное, должен сказать несколько слов о том, собственно, по какому случаю здесь я хотел бы презентовать это сообщение. Дело в том, что на культурном форуме в Санкт-Петербурге я участвовал в мероприятии, которые проводил славянский форум, и там, среди прочего, были презентованы проекты, связанные с святынями неразделённого христианства. Ну, очевидно, что религиозная составляющая славянской культуры, она является очень важной, и мне показалось, что, может быть, будет интересно коллегам познакомиться с той программой, которая осуществляется в последние годы в рамках ЮНЕСКО, которая посвящена как раз-таки работе с объектами всемирного наследия, имеющими религиозное либо ритуальное значение. Ну, вот это, собственно, остров Свияжск, который я имею удовольствие представлять. На дальнем краю острова, видите, Успенский монастырь Свияжска, который на сессии в Кракове был внесён в 2017 году в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот эта работа по подготовке номинационного досье для ЮНЕСКО, она позволила соприкоснуться с тем международным опытом, который накоплен в ЮНЕСКО за долгие годы его работы. В основном, конечно, наш объект туда попал благодаря вот этому циклу фресок второй половины 16-го столетия, который у нас сохранился в Свияжском соборе. И опять-таки работа над пониманием и разъяснением смысла вот этого фрескового ансамбля, она нас сподвигла на сотрудничество с коллегами, в том числе и славянских государств, потому что понимание именно и архитектуры Успенского собора, и цикла фресковой живописи, оно невозможно вне такого общеславянского, скажем, контекста. Ну, напомню, что ЮНЕСКО – это специализированное учреждение по вопросам образования, культуры и науки. При этом всемирное наследие ЮНЕСКО делится на две такие большие составляющие – это природные объекты и культурные объекты. Из 1092 объектов 845 объектов отнесено по культурным критериям. Шесть культурных существует критериев и четыре природных критериев. Непосредственно в ЮНЕСКО отвечает за осуществление Конвенции об охране культурно-природного наследия, к которой наша страна тоже присоединилась, Комитет Всемирного наследия. И также существует Международная неправительственная организация, ассоциированная с ЮНЕСКО. Это Международный совет охраны природы, который в основном отвечает за работу с природным наследием. Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей, ИКРОМС, штаб-квартиры в Риме. Это в основном вопрос о реставрации и консервации. И Международный совет по охране памятников и достопримечательных мест, ИКОМОС. У нас ИКОМОС, Российский национальный комитет, он некоторыми назад переживал достаточно сложные времена в связи с событиями 90-х годов. Сейчас он возрождается полномасштабно и разворачивает свою деятельность с новой силой, снова выходит на международную арену очень активно. И, на мой взгляд, существует некоторая проблема, что в ИКОМОС превалируют архитекторы, реставраторы. И, мне кажется, не хватает людей гуманитарных профессий, таких как философов, религиоведов и так далее. Потому что многие вопросы, с которыми сталкиваются управленцы сайтами всемирного наследия, они зачастую связаны не столько даже с реставрацией, сколько с какими-то ассоциированными духовными ценностями. ИКОМОС, Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест, он свою деятельность реализует через научные комитеты международные. На сегодняшний день более двух десятков научных комитетов создано по различным вопросам. Какие-то комитеты сфокусированы на управлении археологическим наследием. Есть комитеты по культурным ландшафтам, культурному туризму, народной архитектуре, деревянной архитектуре, наследию XX века и так далее. В последние годы все большие интересы вызывают объекты, у которых имеется религиозная либо ритуальная составляющая. Причем этот интерес настолько велик и ставит столько практических вопросов, что в 2005 году на Генеральной ассамблее ИКОМОС было принято решение по созданию международной тематической программы для наследия с религиозной составляющей. В последующие годы было проведено несколько мероприятий крупных международных, на которых как раз обсуждалась работа с объектами, у которых имеется какая-то религиозная составляющая. Целями вот этого диалога, этой программы является усиление диалога с теми людьми, которые управляют объектами культурного наследия, наследием с различными религиозными сообществами. Потому что нам кажется иногда, что у нас в России какая-то уникальная ситуация, когда, допустим, представители церкви иногда не могут найти общий язык с представителями музейного сообщества. На самом деле во всем мире протекают примерно одинаковые процессы, и те вопросы, с которыми сталкиваемся мы в России, они возникают и в других многих странах. Одной из целей этой программы ЮНЕСКО является усиление роли религиозных сообществ в деле сохранения культурного наследия. Потому что на сегодняшний день существует понимание, что вот эта религиозная составляющая, она является зачастую неотъемлемой, а иногда важнейшей частью объектов, собственно, культурного наследия. И еще одной темой вот этой программы является формулировка тех вызовов, которыми сталкиваются религиозные общины, либо управленцы наследием с религиозной составляющей. ЮНЕСКО предлагает эту работу разделить на три стадии. Первая стадия – это тематические консультации. Вторая – это исследования, обобщение этих исследований. И в итоге должен появиться некий документ, тематический документ, руководство, которое будет предлагать всем управленцам объектами культурного наследия с религиозной составляющей некоторые лучшие практики, каким образом можно управлять наследием, и, собственно, подходы по управлению этому наследию. Вот за последние годы прошло уже достаточно много мероприятий. В 2010 году составлялась встреча в Киеве, и, собственно, итогом этой встречи как раз явилось решение очередной сессии Комитета всемирного наследия о необходимости разработки вот этого тематического документа. В 2013 году прошла большая встреча на базе Новодевичьего монастыря Троица-Сергиевской лавры, на которой обсуждались вопросы управления наследием. В 2016 году в Париже состоялась консультативная встреча, на которой принимала участие делегация Республики Татарстан, там участвовал наш архиепископ и муфти Республики Татарстан. В 2018 в этом году, в апреле месяце, прошла встреча в Армении, на которой следовались вопросы взаимодействия. И в 2019 году, в следующем году, в России, скорее всего, в Москве, тоже на базе одного из монастырей, состоится встреча, посвященная паломническим маршрутам православным, ну, что, как вы видите, уже вполне себе пересекается с работой Славянского форума. Надо заметить, что из 29 объектов всемирного наследия, которые от России включены в список объектов всемирного наследия, большинство имеет религиозную составляющую, но только дуга Струва, она не имеет каких-то ритуальных, религиозных аспектов. Все остальные 28 объектов, они такие аспекты имеют. Тоже можно сказать и о предварительном списке наследия, который обсуждается на сегодняшний день в Российской Федерации. В 2017 году ИКОМОЗ создал специализированный научный комитет ИКОМОЗ по объектам всемирного наследия, имеющий религиозное либо ритуальное значение, сокращенно он называется ПРАИКО. Наше татарстанское отделение российского комитета ИКОМОЗ выступило с инициативой по созданию российского научного комитета. Я хотел бы пригласить коллег к участию в этой работе по формулировке положения тематического документа. Мне кажется, что в наше российское научное сообщество, ему есть что сказать, и нам очень не хватает людей, которые работают с самыми разными аспектами религиозного наследия. Потому что я как управленец, допустим, объектом религиозного наследия, у меня понятно, что есть свои вопросы. Но мы понимаем, что есть моменты, на которые ни архитектор, ни реставратор не в состоянии ответить. Например, у нас в Свияжске в 2017 году прошел круглый стол под названием «Вопросы выявления российских паломнических путей и их интеграции международной культурной маршруты». Там участвовали представители Новодевичьего монастыря, Соловецкого монастыря, Ростовской епархии, Казанской епархии, конечно, представители Мусульманской ульмы, республики Татарстан, мы обсуждали, собственно, что такое паломнические пути, с какими проблемами мы можем столкнуться. И я вам должен доложить, что проблемы самые разнообразные. Это начиная от чисто каких-то физических препятствий, потому что классический паломнический маршрут – это пеший маршрут. В рамках России представить себе такие традиционные пешие паломнические маршруты, как Сантьяго до Компостылы, иногда достаточно сложно, потому что я представляю себе, как куда-то в Сибирь человек к Семену Верхотурскому, допустим, пойдет пешком. От Казани до Свияжска, честно говоря, у нас девочки там пробовали пройти, но обнаружилось, что у нас на 70% дороги просто нет тротуара элементарно. И они вынуждены идти по проезжей части, не говоря о том, что нет места для ночевок там, и так далее, и так далее. Поэтому что такое паломничество? Перелет на самолете в бизнес-классе из Москвы в Екатеринбург, поклониться каким-то святыням – это паломничество или нет? Ну и так далее. То есть такие вопросы, скажем, даже методологического характера возникают, на которые представительным православной конфессии они даже не всегда могут как-то помочь ответить. Была принята резолюция этого круглого стола. В январе месяце мы создадим сайт нашего будущего научного комитета по наследию с религиозной составляющей. Там будет размещена вся информация, то есть там будут переведены документы международные, будут представлены резолюции круглых столов и мероприятий, которые в Киеве, Ереване, Москве, Свияжске и других местах проходили. Я хотел бы пригласить уважаемых коллег, кому это интересно, принять участие в этой работе, потому что, мне кажется, она может иметь долговременные последствия, в том числе и на те проекты, которые формулируются в рамках Славянского форума. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ